Добрый вечер! В эфире выпуск новостей на телеканале Катунь24. С вами Егор Матаев. Вот главная тема к этому часу. Транспортные полицейские завершили расследование хищения почти 9 тонн рельсов. В Зональном районе сотрудники МВД установили, что на железнодорожных путях отсутствует 50-метровый участок. Удалось ли поймать злоумышленников, узнаете далее. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе на военные сборы в 2021 году. Сколько они продлятся, расскажем через несколько минут. Серебро чемпионата России по фехтованию впервые завоевала алтайская саблистка Анна Смирнова. В период длинных майских каникул, объявленных президентом страны Владимиром Путиным, школа Алтайского края работать не будут. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. С 4 по 7 мая дни будут неучебными. Учебного очного формата не будет. Возможно дистанционной консультации, либо там какая-то самостоятельная работа, например, для ребят, которые 9 и 11 класс заканчивают и готовят создавать итоговую аттестацию. Аналогичный режим работы будет у краевых колледжей, техникумов, профессиональных лицеев, коррекционных школ и учреждений дополнительного образования. Аналогичные рекомендации даны и местным властям в городах и районах региона. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, пребывающих в запасе на военные сборы в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Военные сборы пройдут в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности. Все необходимые мероприятия, связанные с призывом, президент поручил провести правительству страны и региональным властям. Напомню, военные сборы для пребывающих в запасе проводятся ежегодно. Их продолжительность не может превышать два месяца. Кроме того, пребывающие в запасе могут призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года. Каждый год накануне Дня Победы специалисты городских и районных поликлиник Алтайского края проводят выездную диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году медицинские бригады нашего региона посетят 4600 человек. На одном из отсмотров побывала наша съемочная группа. Это ранение. Все дорога не дает мне ходить. А это отмирает все. В 14-й городской поликлинике Барнаула прикреплены 55 ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме фронтовиков в это число входят узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ушедших ветеранов. Пациенты возрастные, они малоподвижны в силу возраста, в силу своих ранений каких-то боевых. Поэтому осмотр производится на дому. И вот в рамках этого проекта мы их каждый год осматриваем. В составе бригады комплексной. В составе бригады работают врачи, терапевт, основные специалисты и узкие специалисты. Это окулист, невролог, хирург, уролог. В состав бригады входит и медицинская сестра, которая производит забор анализов. Также пациенту делают запись ЭКГ. Результаты исследований анализируются участковым терапевтом, который при необходимости корректирует терапию. Понимаете, вот чувствую себя танцовать пошел бы и все. В горы бы свернул, да? Вот и в горы свернул. Вот голова начинает надвигаться, надвигаться и какая-то... и вот водить начинаете... то есть упадут. Комплексный осмотр ветеранов Великой Отечественной войны проводится ежегодно. А участковый терапевт осматривает своих пациентов каждый месяц. Юлия Шламова, Михаил Дефаншан, Новости. В субботу 1 мая на территории комплекса Бирюзовая Катунь состоится праздник цветения моральника, который откроет летний туристический сезон в Алтайском крае. Праздник цветения моральника пройдет уже в восьмой раз. Впервые на озере комплекса Бирюзовая Катунь состоится экстремальное шоу в формате гидроцирка. Команда профессионалов из Москвы покажет синхронные трюки на воде. На празднике организуют ярмарку региональной кухни, а команды поваров из ресторанов и кафе региона продолжат и предложат гостям блюда из алтайских продуктов. Впервые дети смогут посетить интерактивный музей-театр «Дом сказок». С программой праздника цветения моральника можно ознакомиться на сайте. Вход на праздник свободный. Все мероприятия пройдут с соблюдением норм и требований Роспотребнадзора. Транспортные полицейские завершили расследование хищения почти 9 тонн рельсов. В Зональном районе сотрудники МВД установили, что на железнодорожных путях отсутствует 50-метровый участок. Во время осмотра полицейские обнаружили следы грузовика, которые привели к гаражному боксу. Внутри гаража находился полноприводный газ-66, груженный рельсами. Злоумышленники оснастили машину оборудованием для газовой резки металла и погрузки похищенного в кузов. Троих жителей Бийска подозреваемых в краже задержали с поличным. Следователям удалось установить причастность злоумышленников еще к двум кражам. В общей сложности они похитили 150 метров рельсов. Ущерб от преступления превысил 150 тысяч рублей. В настоящее время предварительное расследование завершено. Подозреваемым предъявлено обвинение в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Санкция за эти деяния предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Барнаульцы продолжают выступать против точечных застроек в городе. Для днях больше сотни жителей улицы Гущина и микрорайона Невский-2 собрались на площади мира. Они рассказали о проблемах, связанных со строительством свечек в их дворах. А вот наша съемочная группа побывала на месте событий. Нужно признать власть, чтобы они признали свою ошибку и исправляли. Тогда только будет им вера. Не хотите смотреть из окна на кирпичную стену? Выкупайте участок, который уже отдали под застройку. Неожиданное решение проблемы предложила барнаульская администрация жителям домов по адресу улица Гущина 150-3 и 150-4, которые выступили против возведения высотки между их домами. Такой помощи от властей жители не ожидали, поэтому незамедлительно организовали санкционированный митинг на площади мира. Мы не понимаем, как пожарные машины будут подъезжать, как будет подъезжать скорая. Мы не знаем, как будет строиться, как будет огораживаться, куда будет ставиться кран. Замешательство жителей понятно. Если дом все-таки возведут, расстояние между зданиями составит максимум 15 метров. Эксперты усматривают уже сейчас возможное нарушение норм инсоляции и пожарной безопасности. Поэтому люди хотят, чтобы их территории вернули статус малоэтажной застройки. Это защитит от строительства очередных свечек. И сегодня нужно решать вопросы с Барнаульской городской думой. Почему? Потому что мы их выбираем, мы приходим, за них голосуем. Что получается? Они работают только в угоду миллионеров. К протесту против точечных застроек присоединились жители микрорайона Невский-2. Как и на Гущино, статус территории перед их домами внезапно поменялся. С индивидуального жилищного строительства на многоэтажное. Произошло это после того, как предыдущий застройщик обанкротился. Теперь на участке, где предполагалось строительство спортивного комплекса и детского сада, появится очередная 16-этажная свечка. Теперь наш дом, один из нашего микрорайона, остался без территории, которая относилась именно к детскому саду. Микрорайон относится к детскому саду 260. Он на данный момент переполнен. В группах по 35 детей. Дети, извините, приходят. И даже воспитатель, если все дети придут разом, не сможет их всех спать положить. Потому что детям просто негде лечь. Жители предлагают такой вариант решения проблемы. Если в городе действительно не хватает участков для застройки, нужно расселять аварийные дома. К примеру, такие, как на Тимуровской или Советской армии. И уже там втыкать многоэтажки. В городе Барнауле 221 дом, который рухнет, может, в любой момент. И жители не могут расселить. 221 дом, вы понимаете? Которые надо сносить. Которые надо сносить. Они аварийные, они падают уже. И администрация, получается, не может договориться с застройщиком, чтобы эти дома расселять и людям делать добро. Сейчас возведение многоэтажки на улице Гущина временно приостановили. Но если до 25 мая жители не смогут доказать, что строительство на этом участке действительно незаконно, его все-таки возобновят. Софья Житина, Денис Кузьменко. В серебро чемпионата России по фехтованию впервые завоевала алтайская саблистка Анна Смирнова. Соревнования проходили в Новосибирске. Это моя личная победа. Потому что было тяжело доказать людям, что я на что-то способна. Я сейчас нахожусь на сборах, и я самая младшая. И это давление, конкуренция, в тебя никто не верит. И под этим напором тяжелее показывать такой результат. Анна Смирнова – воспитанница тренера Валериана Феоктистова. Фехтовальщица занимается в Краевом центре спортивной подготовки и группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища Олимпийского резерва. Это ее первая индивидуальная медаль на чемпионатах России. Во всех боях основной сетки Анна держалась уверенно. В финале ей пришлось сразиться с чемпионкой мира Софьей Позняковой. При победе оказалась за Новосибирской саблисткой. Готовы, начали. Всероссийская научно-практическая конференция на тему инклюзивного образования проходит в Алтайском государственном институте культуры сегодня и завтра. Ее цель – объединить общественность для развития технологий обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. Тема конференции привлекает достаточно широкий круг участников. География конференции на данный момент – это от Санкт-Петербурга до Бурятии. И в числе участников конференции – это образовательные организации сферы культуры всех уровней, также организации среднего и среднеспециального образования, дошкольного образования, общественные организации, которых интересуют вопросы инклюзии, и социальные реабилитационные центры. Кроме того, участников конференции ждут открытые лекции от ученых из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и Кемерово, а также мастер-классы по вопросам технологии инклюзивного образования от педагогов Алтайского государственного института культуры, бальные танцы на колясках и инклюзивный театр для детей с синдромом Дауна. Главной женщиной 2020 года признали жительницу Барнаула Ирину Яковенко. На всероссийском конкурсе предпринимательница успешно совмещает роль владельца фитнес-клуба и матери троих детей. Подробности прямо сейчас. Ехала на московский форум учиться, а не побеждать. Предпринимательница из Барнаула Ирина Яковенко не была готова к тому, что станет главной женщиной 2020 года на всероссийском конкурсе. 200 участниц из 60 регионов. Все серьезно. Оценивали личный бренд, стиль, философию, социальную инициативу и другие качества. У меня не было вообще посыла ехать туда, как на конкурс. Я ехала, как на форум. И когда девочки говорили о том, что они три месяца готовили свои страницы в Инстаграм, для того, чтобы подать на участие, потому что это все-таки личный бренд. Смотрели, что о них писали в СМИ, какие есть публикации в интернете, в сети. Но я… нет. Я вообще не смотрела ничего. В июле 2007 года девушка попала в аварию и получила травму позвоночника. С тех пор передвигается на инвалидной коляске. Пять лет назад Ирина основала свою фитнес-студию. Фитнес-клуб, он никак не связан вообще с тем, что я на коляске. То есть это просто какой-то такой посыл. Я слетала в другой город, увидела, что есть такие студии. Приехала к нам, хотела вообще изначально попробовать позаниматься, но не нашла. И убедила мужа в том, что нужно открыть в Барнауле такой инновационный фитнес. Ирина открыла фитнес-студию такого формата, потому что не любит запах железа на руках. Уникальность клуба в ЕМС-костюмах, благодаря которым тренировка занимает всего 25 минут, но работают все мышцы тела. Ирина Яковенко не только предприниматель. Мама троих детей, модель и общественный деятель успешно совмещает работу и личную жизнь. Если сегодня вы понимаете, что вам нужно заняться какой-то деятельностью помимо основной работы, значит ей нужно заниматься. Если вы понимаете, что оперативная какая-то работа требует вашего внимания, то в первую очередь направлять все внимание туда. Такой подход помогает ей двигаться вперед. Девушка путешествует, пробует экстремальные виды спорта. Это невероятно. Люди летаете много везде, всюду. Это просто потрясающе. В планах у Ирины открытие некоммерческой организации. Подумывает о своем фонде. Для нее нет ограничения в возможностях. Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Стали известны имена победителей акции нашего телеканала. Угадай начало ледохода и забери приз. Для участия необходимо было назвать дату и время начала ледохода в районе Нового моста на реке Обь в Барнауле. Самой точной оказалась Раиса Зорина. Ее прогноз совпал с данным синоптиков. Лед тронулся 15 апреля в 14.30. Победительница получила главный приз и адекстанцию от телеком-оператора Домру. Второе место у Ларисы Плетневой. Ей достался сертификат на домашний интернет и телевидение Домру на 6 месяцев. Ехали по своим делам и услышали по радио о том, что проводится конкурс. Я захожу, смотрю, там еще время нужно. Он говорит, ну ты напиши где-нибудь первая, вторая половина дня. Взяла написала 14.30. Оказалось в точку. Третий призер Максим Зарубин получил ящик сыра от компании Плавач. Также всем призерам достались призы от наших партнеров компании ДБА и Зоомир. А на этом у меня пока все. До встречи.